Томсо, что скажешь насчет миграционной политики РФ из Средней Азии, идут радикалы в Россию? По ощущениям, как думаешь, Украина проигрывает? Не прошу предсказать. Просто в последнее время столько событий, говорящих о крупных неудачах Украины. Что думаешь? Как продолжать бороться, если с возрастом физических сил становится меньше? Но если речь идет о непосредственной борьбе, типа рестлинг, вольная борьба, греко-римская борьба, то, наверное, лучше просто прекратить бороться. Если речь идет о какой-то ментальной борьбе, типа борьба с словом, противостояние, то здесь, в принципе, возраст, может, он не имеет значения. Но можно, в общем, бороться, даже будучи человеком пожилым, даже имея какие-то недуги со здоровьем, в принципе, продолжать можно. Главное, было бы желание. Ас-саляму алейкум. У меня интервью на днях, что подскажешь? Алейкум ас-салям. Что подскажу? Подскажу говорить правду. Ну, и все, наверное. Говоришь правду, и все будет, и шалах, хорошо. Томсов, что скажешь насчет миграционной политики РФ из Средней Азии идут радикалы в Россию? Насчет миграционной политики России, я бы сказал, что ее, в принципе, у нее нет. У России вообще нет никакой миграционной политики. Есть просто какая-то имитация. Просто миграционная политика – это то, над чем работают, вырабатывают какую-то концепцию, чтобы регулировать этот миграционный поток. Чтобы люди могли приезжать, адаптироваться, чтобы у них были какие-то возможности для работы, для жизни. В общем, это большой процесс. И он, кстати, далеко не на лучшем уровне даже в Европе. Хотя здесь уделяют этому внимание, но миграционная политика здесь тоже очень сильно устарела. Те методички, которые были рабочими там несколько десятилетий назад, они сейчас уже перестали подходить. Ее, по сути, тоже нужно пересматривать. Но в России ее, в принципе, вообще нет. Там есть просто некая данность. Вот поток идет со Средней Азией. И российские всевозможные чиновники, таможенная служба, пограничная служба, полиция. В общем, все-все-все на этом просто пытаются обогатиться. Кто-то там делает для них временные регистрации, кто-то там разрешение на въезд. И, в общем, все, на каждой мелочи, на которой можно с ним заработать, просто на этих людях зарабатывают, их обдирают. Вот и вся политика. Тумсо, у тебя были бы претензии к Кадырову, если бы он пытал и убивал не чеченцев? Если бы он это делал в Чечне, конечно, были бы. Если бы он где-нибудь там в Зимбабве находился этим, занимался, я бы, наверное, об этом и не знал, по сути. Мало бы меня это бы волновало. Но если он этим занимался бы в Чечне, конечно, были бы. Вы же не подозреваете меня в том, что я чисто из-за того, что там чеченцев это касается. Я озабочен проблемой Чечении и этих людей, находящихся сегодня у власти в Чечении. Не потому, что это касается именно этнических чеченцев, а потому, что это в целом касается людей, проживающих на территории Чечении. И, знаете, есть такое золотое правило. Если на твоей территории условной, где ты проживаешь, если на этой территории начинается несправедливое ущемление прав какой-то группы, небольшой, даже если эта группа тебе неприятна, кто бы они ни были, но если именно несправедливо они ущемляются, ключевое слово несправедливо, то нет сомнений в том, что это коснется, если вот сейчас это проглотить, на это закрыть глаза, сказать, да, это, в принципе, я их и так не люблю, этих людей, или их там мало, это не критично для нашего общества. Нет сомнений в том, что это станет потом критично, что это коснется всех. Поэтому в цивилизованных странах очень серьезно подходят именно вот к этому вопросу, когда небольшое даже количество людей, просто да, у них там свое понимание справедливости, но если в нарушении действующего законодательства какую-то часть общества начинают ущемлять, они сразу же на это очень серьезно реагируют, потому что знают, что завтра это коснется всех, если сегодня на это не отреагировать. Поэтому, ну, я придерживаюсь такого правила. Если в отношении даже небольшой группы, как бы она мне неприятно не была, если в отношении нее будут несправедливо будут как-то ущемляться права, надо понимать, что это, в конце концов, коснется и нас всех тоже. По ощущениям, как думаешь, Украина проигрывает, не прошу предсказать. Просто в последнее время столько событий, говорящих о крупных неудачах Украины, что думаешь? Не знаю, скажу честно, не сильно слежу, чтобы прям вот давать такую оценку, кто там выигрывает или проигрывает. В целом понятно, что это очень, уже и тогда еще было понятно, что это затяжный конфликт. Хоть многие ожидали там какой-то быстрой победы, что все, там Россия сейчас проиграет, что эти экономические санкции как-то очень серьезно нам ударят и так далее. Я, ну, вы, наверное, помните мои прошлые эфиры, что я тогда говорил. Было понятно, что это затяжной конфликт, он так быстро не решится. Россия, Россию победить так быстро, ее разбить, уничтожить. Понятно, что это задача из области фантастики. Поэтому я не могу сейчас сказать, что там выиграет, кто там выиграет, проиграет и так далее. Я знаю, что Украине нельзя проигрывать. Я знаю, что проигрыш Украины, это будет, это будет победа России в очереди следующих ее побед. Знаете, это вот они победят Украину и там у них сразу планы дальше. Поэтому здесь я чувствую, что на Западе тоже это понимают. Вот, поэтому важно, конечно, чтобы они эту победу не одержали. Но и особо как-то слишком оптимистично делать заявление по поводу победы Украины, проигрыша России, ну, я не буду, я понимаю, что это нереально. Очень большой ресурс у России для того, чтобы вести вот такого формата боевые действия. Россия показала на опыте последних, последних ста лет, наверное, что она не умеет быстро побеждать. Они не умеют делать блицкриги, они не умеют четко планировать операции и эти операции выполнять. У них нет. Они всегда делают вот какие-то заявления, там, за два часа Грозный, за три дня Киев. В общем, подобные вещи делают, всегда проваливаются, лажают и потом вот в свой привычный режим переходят. А вот в этом привычном режиме, когда у них не получилось быстро закончить, и они переходят в режим длительных осад, артиллерийских ударов, тысяч жертв своих, солдат, грязь, кровь. Но при этом вот стоять, стоять в этих окопах, гибнуть, но стоять, гибнуть, но стоять. Вот это привычный для них такой формат. И в этом, для этого формата у них ресурсов полно. У них очень много мяса, живой силы. У них очень много боеприпасов. Да, оружие не последней там степени новизны, не самое эффективное. Но оно есть, у них огромное количество запасов всевозможных там артиллерийских снарядов, стрелкового оружия, каких-то ракет. В общем, полно всего. Полно тех стран или режимов, которые будут с ними сотрудничать, которые будут продавать им оружие, обмениваться там с ними, покупать у них нефть и так далее. Пока это все будет существовать, у них возможность вот ведения такой войны, она у них, к сожалению, будет. Это надо принимать, принять это как данность и уже исходя из этой информации, как бы дальше с этим жить. Как вы относитесь к тому, что Украина на стороне Израиля, а чеченцы там воюют за Украину некоторые? Очень плохо я к этому отношусь и очень плохо к этому относятся чеченцы, которые там воюют на стороне Украины. Но они оказались в этой ситуации. Израильская тема, она началась после того, как Россия вторглась в Украину. Чеченцы, которые уже находились в рядах вооруженных сил Украины, для них это стало новостью, это реакция украинской политической элиты, это поддержка израильского геноцида над палестинцами. Кстати, вопрос геноцида, это теперь уже не просто там наши слова, это уже решение международного суда ООН. Они признали, что то, что Израиль сегодня делает в Газе, это является геноцидом. То есть, в соответствии с конвенцией по предотвращению геноцида, которая, кстати, в свое время была принята после убийства 6 миллионов евреев во время Холокоста. Именно тогда была принята эта конвенция. И вот сейчас по этой конвенции Израиль признан виновным в причинении геноцида жителям Газы. Поэтому для этих чеченцев и для всех мусульман, находящихся сегодня украинской, на стороне Украины, воюющих против России, это тоже стало неприятным сюрпризом. И я не знаю, я понимаю, насколько им сложно оказаться в такой ситуации. И очень печально, что украинские политики так себя повели, так на это отреагировали. Но, к сожалению, это тоже данность. Я ошибаюсь. Слухи не врут, я вижу, что из-за того, что ты присоединился к масонам, западные спецслужбы ввели санкции на твое отопление. Так там с партией будут новости, как вступить. Будут, иншаллах. Будут пока специально остановили вот эту тему по вступлению. Но новости, иншаллах, будут. Субтитры подогнал Игорь Негода.